Аллилуйя! 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 Приветствую всех, кто подключился. Приветствую всех во имя Господне, кто подключается к этой прямой трансляции на Ютубе. Сегодня утро у нас, утренняя молитва. И вот прямое включение с этой утренней молитвы. 12 августа 2018 года. Да, 12 августа уже. А в библейском исчислении сегодня первое число. Новолуние, новомесячие. Было пасмурно, но если будет ярко, то будет видно. Маленькая луна появилась. Вот, сегодня первое число месяца. Аллул. Да, очень важный месяц. Я сейчас после этого включения утреннего еду в город Ворзель под Киевом. И там в Ворзелье буду проповедовать в одной из церквей, евангельских, партистанской церквей. На улице Лесная называется. Город Ворзель. Улица Лесная. 39, по-моему, да. Вот. Там проходит собрание. Пастор Андрей, он за мной заедет сейчас. Вот. И мы поедем вместе. Слава Богу. Даст Бог еще успеем заехать к нам в церковь. Здесь, на Кловской. Вот. Так что благословим братьев во имя Иисуса Христа. Вот. Да. И далее. Вот. Слава Богу. Благодарю Бога Всемогущего за этот день. За день милости и благости Господней. Вот этот месяц мы называем его Элуль. Или Элул. Элул. Значит. И вот Элул как еще, как аббревиатура воспринималась всегда. Вот. Еврейским сердцем. Всегда эта аббревиатура прочитывалась как краткая такая. Ну да, аббревиатура. Вот. Слов из книги Песни Песней. О, это прекрасно. Это прекрасно. Они Ледоди Ведоди Ли. Они Ледоди Ведоди Ли. О, я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Это самое прекрасное слово со всей Библии. Библия книга всех книг. О, а в этой книге всех книг есть песни всех песней. Шир Гаширим. Песни всех песней. А в этой песне всех песней есть слово всех слов. Стих всех стихов. О, и это прекраснейший стих. Это прекрасное слово. Слово всех слов. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Они Ледоди Ведоди Ли. Это слово запало в мое сердце давно уже. И давно уже размышляю над этим словом. Делюсь и у себя в церкви, и в гостях, когда бываю. Очень Богу благодарен за все это. Но сегодня, кстати, тоже планирую, даст Бог, получится поделиться с братьями. И в проповеди, наверное, я думаю, успею поделиться этим. Бог да усмотрит. Или же, по крайней мере, в общении с братьями поделиться успею. Слава Господу. Благооставляю вас, дорогие друзья. И я благодарен Богу за Новый Завет, в котором живу, в котором нахожусь. И в котором живут миллионы и миллионы душ сегодня. Слава Господу. Который два тысячелетия уже. Новый Завет. Аллилуйя. Два тысячелетия. О, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. За Новый Завет, Новый Договор, Брит Хадаша, Новый Договор. За который был заключен в крови Иисуса Христа. В жертвенной крови Агнца Божьего Иисуса Христа. Ишуа Машиаха. Аллилуйя. Аллилуйя. Истинный Машиах. Ишуа. Подлинный, настоящий, правдивый Христос, который есть Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Царю небесный, утешителю, Дух истины. Ты, что везде пребываешь И все собой наполняешь Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны. И ты спас благослови. И ты спас благослови души наши. Святый, Боже. Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе и слава, великий наш Господь, хвала Тебе и слава. Аллилуйя! 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 Благодарю Тебя, Господь Божий Святой, за Голгофу, за кровь, за все, за все в Тебя благодарю, Господь Святой, слава Тебе, за воскресенье Твое, за победу Твою, драгоценную Твою победу, слава Тебе. Ты умер и воскрес, Ты умер за нас и воскрес для нашего оправдания, Ты подлинно Спаситель мира Христос, Иисус, слава Тебе, Иисус, Иисус, Сын Бога Живаго, Аллилуйя! И Новый Завет через кровь Иисуса Христа заключенной. Аллилуйя! Все, всякое проклятие разрушено. Независимо от того, кто были Твои родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, есть великое обетование для Нового Завета. Когда Ты входишь в Новый Завет, погружаешься в этот Новый Завет, то всякое проклятие, оно не имеет действия на Тобой. В те дни уже не будут говорить, написано в Библии, в книге пророка Иеремии, сегодня читаю я. Я читаю сегодня из книги пророка Иеремии, 31 глава. Вот сейчас, в данном случае, 29-30 стихи. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Аллилуйя! Аминь! Вот это как раз вот 31 глава, и вот как раз эти стихи говорят о времени уже Нового Завета. Иеремия пророчествует Иеремияу о том, что действительно во времена Нового Завета будет иначе, не как сейчас. Ну, тогда вот, когда писал Иеремия все эти слова. Не так, как тогда. Потому что он действительно пророчески пророчествует о Новом Завете. И дальше, буквально следующий стих, он говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Аллилуйя! Новый договор, Брит Хадаша. Это потрясающий завет. И вот по поводу кислого винограда. Ну, я брал такой сладкий виноград, но попадался там, грозочка попалась, такого кислого винограда. Но тоже по-своему вкусно, особенно если бросить там в компот, допустим, какой-то. Так вот, но кислый виноград, когда ешь, да, то потом оскомин это остается. Вот, и, но что интересно, значит, вот сравнение вот с таким проклятием, сравнение вот с тем, что, значит, передается как бы дальше. Вот, значит, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомин. Вот такое выражение Иисус, ой, Иисус, извиняюсь, Иисус. Иеремия пророчествует. Но Иисус все полностью уже отверг, уже это разрушил. Вот сегодня, во времена Нового Завета, благодаря Иисусу мы сегодня, что, даже если отцы ели кислый виноград, на зубах у детей нет оскомины. Вот, она есть, но если только человек не вошел еще в Новый Завет, только если он не вошел еще в этот Новый Завет, новый договор Бога и человека. Вот, и если человек не вошел еще, он только, может быть, на паперти, как говорится, еще только в предбатнике, только еще собирается войти, еще не вошел, еще топчется на месте, собирается, вот-вот зайду в этот Новый Завет. Тогда да, у него еще во рту это оскомено от кислого винограда, который ели его предки, но когда он входит на его устах уже новое вино, уже не кислый виноград греха, а уже сладость, спелый виноград, не кислый, а спелый, прекрасный, вкусный, вкуснейший, потому что Иисус есть наш. О, самый вкусный виноград, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Сегодня будем делать причастие, сегодня будем делать Евхаристию вновь, и каждое утро стараюсь вот в таком трансляции делать, потому что, чтобы делиться с христианами этой благой вестью Нового Завета, благой вестью Нового Завета Бога с человеком. Если прежние заветы, они еще подразумевали какое-то участие человека, то этот завет, он уже, это Господь, это Он все, потому что, что мог сделать человек уже, все, все было перепробовано в прежних заветах, этот завет только Богом был заключен, потому что Он за нас пролил свою кровь, и никто не смог бы даже помочь совершить этот завет ему. Нет, Он топтал этот виноград сам, Он топтал этот виноград сам, Он сам все готовил, Он сам все готовил, Он сам умер и воскрес подлинно, Иисус Христос подлинно, и умер и воскрес из мертвых, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие – это Новый Завет, заключенный самим Богом с нами. Мы можем лишь только принять, только принимать, все, только принимать, вот наша сторона. Поэтому, кто, если из подключающихся или потом в записи смотрящих вот эти видео, включение с утренней молитвы, если еще не вошли в Новый Завет, прямо сейчас войдите, и мы совершим как раз сейчас причастие, войдите в этот Новый Завет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. И Новый Завет, в чем он заключается? Почему Новый? Он заключен в крови Иисуса Христа. Бог во Христе примирил с собой мир, и поэтому войти в этот Завет очень просто, до гениальности просто вообще. Самые, говорят, все гениально просто, а это самое гениальное из гениальнейших, оно самое простое. Скажите, Бог, я люблю Тебя, я принимаю Твою любовь. Скажите, я принимаю Твою любовь, Бог Святой. Я принимаю спасение через веру в Иисуса Христа. Я принимаю Иисуса Христа как своего личного Спасителя Господа. Я отрекаюсь от всякого неверия, от всякого греха. Я принимаю Божью любовь. Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Духом Святым наполняй меня. Аминь. И все, вот вы приняли, приняли Новый Завет, Новый Договор. И Новый Завет Иисуса Христа, потрясающая вещь, потрясающая вещь. Ангелы в шоке, бесы в ужасе. Новый Завет, Новый Договор Бога и человека. Это только Бог, только Его сторона. Новый Завет, чем отличается, Он по-новому совершенно заключен. Только Бог, Его сторона святая. Спасибо Тебе, Господь. И войти можно только верить, только принимая Христа Иисуса, как своего личного Спасителя, Господа. Принимая эту жертву Голговскую, как лично за себя совершенную. Спасибо, Господь. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю. О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. За Голгофу, за Голгофу, за кровь, мы все вместе, мы тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю Тебя, Отец. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус, Христос, Спаситель наш. Аллилуйя. Благодарим, О Дух Святой, Утешитель наш. Аллилуйя, Ты всегда с нами. За все мы благодарим, за все мы благодарим. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И сегодня говорим о Новом Завете Бога и человека. Через кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего. Который исподлинно лев от колена Иуды. Который действительно, он настоящий лев, он настоящий победитель. Победа совершена. Победа в Боге. Аллилуйя. Победа в Господе нашем. Иисусе Христе. Аллилуйя. Аллилуйя. Победа наша в Боге. Господи в Иисусе. Аллилуйя. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Господи, благодарим Тебя, Господь. Евхаристия, благодарение. Твоя от Твоих Тебе приносящим. А всех изо вся. Тебя поем, Господь. Тебя воспеваем. Господи, молимся Тебе, Боже наш. Боже, благослови нас и прилежащий дары сию. Налейте Тебе также вина. Я здесь сок использую и хлеб. Если нет ни вина, ни хлеба, ни сока, то просто воды даже. Просто воды и принимайте. Принимайте причастие. Тело и кровь Иисуса Христа. И соверши, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Тело Христово принимаю. Источника бессмертного вкушаю. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь, Царь. Господь Господствующий. Благодарю Тебя, Господь, за победу Твою. Исцеление Твое. Освобождение Твое. За Новый Завет. В Который мы погружаемся. О, через кровь святую Агнцел. Аллилуйя. И для нас, находящихся в этом Завете, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, по Духу, кто реально вошел в Дух Святой, кто реально входит в этот Новый Завет. Нет никакого осуждения. Все. Абсолютно. Никакого осуждения. Абсолютно. Сто процентов Бог простил, когда входишь в этот Новый Завет. О, спасибо Боже. Боже, пусть как много больше людей и сегодня, Боже, осознают это и примут Новый Завет. Те, кто еще не принял этот Новый Завет, кто не вступил с Тобой в этот Новый Завет, пусть примут верою. Это вступление. Этот Новый Завет Твой, Господь, заключенный на Голгофском кресте, в крови Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Святой. В этом Новом Завете нет болезни. Там полное, это царство исцеления. Погружаемся в это Божественное исцеление. В этом царстве нет осуждения. В этом царстве нет болезни. В этом царстве, государстве Божьем нет никакого проклятия. Как вот я читал сегодня, нет такого, чтобы отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Такого нет уже. Все. Это только лишь у тех, может быть, еще кто еще не вступил, только решается еще вступить в Новый Завет. Вступать в Новый Завет. Это принятие, это принятие Его любви Божественной. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Благословен Ты, Господь. Благодарю Тебя, что кровью Иисуса Христа, жертвой Голгофской, спасибо, я спасен, исцелен, благоставлен. Он освящен единократным принесением тела Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Однажды и навсегда Ты приобрел мне, Господь, искупление вечное. Спасибо Тебе, Господь. О, спасибо, спасибо, Святой. Аллилуйя. Я благоставляю, Господь, всех вас. Сейчас благословляю именем Господь и всех вас благословляю. Аллилуйя, Господь. Благослови, Господь, всех братьев, сестер моих. Мой дом благослови сейчас, Господь. Кто подключился к супругу мою, драгоценную Инну Сергеевну, детей наших, Анастасию, Николая, Серафиму, Татьяну, Сережу, Инну, благостави Господь, зятя моего Михаила, благостави внуку моего Антона, благостави Господь, всю семью благостави Господь, благоставляю все ваши семьи, ваших жен, мужей, детей, родителей, внуков, все благоставляю во имя Иисуса Христа, Аллилуйя. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу навеки. Аминь. Из города Киева. Божьей милостью. Архиепископ Сергей Журавлев. Реформаторская православная церковь. Христа Спасителя. Мир всем вам. Да, и по скриптум, кто сегодня будет в Ворзеле, добро пожаловать на служение. Я прямо сейчас приезжает ко мне пастор Андрей, и мы вместе едем в Ворзель. Вот. И, ну, служение там позже гораздо, там еще 6 часов до служения почти. Там служение у них в 12 начинается, но мы пораньше. Вот. И, значит, и, да, в 12 часов у них служение. Это улица Лесная, 39, город Ворзель. Под Киевом. Недалеко от Киева. Вот. А следующее воскресенье, дамы и господа, я у нас в церкви. Вот. Значит, у нас будет собор. Преображенский собор. Так что, кто имеет возможность такую, будет в Киеве. Приходите на собор. Вот. А этой неделе остается молитвы за собор предстоящий. Молитесь, друзья, хорошо. Вспоминайте о ваших святых молитвах. Собор, конференция, проще говорить, собрание. Такое особенно специфическое собрание, где решаются некоторые такие очень важные вопросы. Вот. Делятся свидетельствами, значит, опытом наших священнослужителей. Благословения Господня всех вам, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя